Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. На портал поступил такой вопрос. Насколько велики пожертвования церковные, если священники могут позволить себе иметь такие дорогие машины? Ну, церковные пожертвования бывают очень разной величины. В Ветхом Завете было установлено такое правило, что десятую часть от всего своего имущества каждый человек, каждый член народа Божия должен отдавать на храм. И это, конечно, довольно значительные суммы. В общем, набираются. В Новом Завете, вот в нашей современной церковной практике, наверное, это должно было бы быть вот для верующих людей ориентиром, десятина, десятая часть имущества. Но это оставляется на совесть и усмотрение каждого человека, каждого христианина. Очень важно сказать, что да, пожертвования бывают разной величины, разного размера. Но люди измеряют эту величину совсем не так, как делает этот Бог. Для нас, если это рубль, то это небольшое пожертвование. А если это много рублей, то это большое пожертвование. А вот как Господь взирает на величину пожертвования, как Он судит, об этом мы можем узнать, обратившись к Священному Писанию. В Евангелии от Марка, ну и в еще одном параллельном месте, рассказывается о том, что Иисус с учениками наблюдали за тем, как разные люди подходят к храму, ветхозаветному храму в Иерусалиме, и кладут пожертвования. И вот, если мы откроем 12 главу Евангелия от Марка, в самом конце, начиная с 41 стиха, мы прочитаем. «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вот, как мы видим, взгляд божественный очень сильно отличается от взгляда человеческого. Важна не сумма, а важно усердие. Если богатый человек дал даже много денег, но для него это не составило никакой сложности, то и его усердие, его вложение вот с точки зрения божественной правды, оно не такое значительное. Он дал то, что ему не так уж и нужно было. А если человек дал, пусть гораздо меньше, но то, что ему трудно было отдать, то, что составляло для него большую очень ценность, все пропитание положило это вдовица, вот это действительно она совершила целый подвиг. Таким образом, церковные пожертвования могут быть разного размера, и бог и люди очень по-разному оценивают, как считать этот размер, как считать это достоинство. Каждый по своему усердию. Но вот мнение о том, что эти пожертвования настолько велики, что все священники купаются в роскоши, ездят на дорогих машинах, это, к сожалению, распространенный миф, который совершенно не соответствует действительности. Священники живут очень по-разному. Как вообще люди живут по-разному? И есть огромное количество священников, которые служат на приходах, где людей мало, где возможности не только большие, но и малые пожертвования делать, у людей практически нету, и сводят еле-еле концы с концами, иногда почти голодают. Таких священников у нас очень много, и тем не менее самоотверженно служат, молятся и служат Богу и людям, приходящим в эти приходы. В больших городских приходах, где люди много, священники обычно живут примерно как какой-то средний прихожанин в этом приходе. Редко богато. Чаще, ну, я бы сказал, нормально, но не богато. Очень по-разному. Есть, конечно, и какие-то обеспеченные священники. Такое тоже бывает. Но мнение о том, что все священники ездят на каких-то очень дорогих машинах, это миф. Вот лично у меня машина большая, дорогая, Hyundai, это семиместная машина, но это связано с тем, что у меня очень большая семья, у меня шесть детей, а очень часто эта машина используется для церковных нужд, и тоже есть необходимости какие-то большие предметы перевозить, и много всего перевозить для храма, для нужд храма, и верующих перевозить. И поэтому вот эта машина очень активно используется, и была для прихода куплена благотворителями. Ну, вот так, глядя со стороны на меня, можно сказать, вот купил себе дорогую машину, хотя по сравнению с другими машинами такого размера, она, конечно, недорогая. Но это не от роскоши, не от того, что вот есть такая возможность, а это действительно соответствует вот храмовой необходимости. И многие другие священники, которые трудятся в нашем храме, они вовсе не имеют машин, передвигаются пешком. Я, кстати, тоже очень часто, вот когда нет необходимости, передвигаюсь пешком на общественном транспорте, когда, получается, сэкономить таким образом время, и нет необходимости никого перевозить. Так что, дорогие, давайте вот не поддаваться таким вот распространенным мифам, а смотреть на реальность, смотреть, как это на самом деле происходит. Видеть, что многие священники, наоборот, очень нуждаются. И помнить, что в церкви, с одной стороны, все происходит бесплатно, никто не требует от нас денег, если мы приходим на литургию, исповедуемся, причащаемся. Но, с другой стороны, храм действительно существует на пожертвования верующих. Без этого не могли бы и строиться, и реставрироваться, и поддерживаться церковные здания, оплачиваться труд тех людей, которые трудятся в храме и поддерживают вот жизнь приходов. И в этом смысле очень важно участие всех нас по мере возможности, ориентируясь вот на эту норму библейскую, десятую часть от имущества, будем стараться участвовать в жизни церкви. Продолжение следует...